Сегодня о магическом значении seed и о выборе между batch count и batch size. Прежде чем перейти к seed, закончим с интерфейсом. Тут осталось немного, но одна галочка меня очень вдохновляет. Не это. Хотя это тоже хорошо. Restore faces. Подправляет лица. Не всегда и не на 100%, но в целом работает. Бедный Борис. А вот что происходит, если не включить эту галочку. Если вам нужно именно исказить лицо, например, сделать шарж, лучше наоборот отключить. А вот следующая галочка меня вдохновляет сильно. Делаем текстуру дерева. Какого-то дерева и включаем тайлинг. Обычная такая получилась текстурка. Он даже добавил стык досок, но это бесшовная текстура. Верится с трудом, но давайте проверим. Закинули в фотошоп. Размножили. И вот так. И вот так. Дальше можно стыковать сколько угодно, а она сойдется без единого шва. То есть представляете, сколько человеку нужно потратить усилий, чтобы такое провернуть. Ну, просто попробуйте. Чтобы не как кафельная плитка, а достаточно разные узоры по всем четырем сторонам. В первоначальном изображении было именно так. Магия. Hi-Res fix лучше не трогать, а делать апскейл во вкладке Extras. Окей. И переходим к сид. Но сначала объявление. Вступайте в нашу группу PostTableDiffusion в Telegram. Нас нам уже 130 человек. Ссылка в описании. Итак, у каждого изображения есть сид. Я уже говорил в конце прошлого видео, что эта штука выносит мозг. Сейчас покажу почему. Скопируем сид вот этого изображения и сгенерируем новое. Мы получили новый сид. Это потому, что здесь стоит минус один, то есть рандомный сид всякий раз. Если мы вставим сюда сид предыдущего изображения и не будем менять никакие параметры, мы получим точно такое же изображение, как было. Ну, почти. На самом деле в очень мелких деталях различия есть. Но еще раз, это только при соблюдении всех параметров. Изменив, например, разрешение, мы полностью поменяем картинку. В данном случае не полностью, но все-таки не очень похоже. На более сложных картинках результат может отличаться разительно. И давайте разберемся с BatchCount и BatchSize. Есть ли между ними разница, а потом вернемся к сид. Ну, формально BatchCount генерирует картинки последовательно. Вот три картинки по очереди. А BatchSize сгенерил бы три картинки за раз. По времени генерил бы столько же. Но. Разные ли получаются картинки? Сказывается ли это на том, что вы получите? Меня, кстати, этот вопрос мучил, а ответа не было. Но здесь, слава богу, я смог применить свой излюбленный метод логического тыка. Значит, сид он увеличивает на одно значение при генерации. Начинали мы с что-то там 25. Третья картинка от этой, соответственно, 27. То есть, если вы выставите здесь 28, вы получите картинку, которая получилась бы четвертой от текущей. Аналог BatchCount 4. Оставив предыдущий сид. Практической пользы тут никакой, но просто забавно, что вы можете узнать, какая была бы картинка, например, через 100 генераций от текущей. Просто выставив сид плюс 100. Ну, точнее 99. Ну и чтобы понять, есть ли разница, поменяем BatchSize на 4. Я думаю, вы уже понимаете, что разницы не будет. Каждая новая картинка — это сид плюс 1. А значит, все они одинаковые. То есть, разницы между BatchCount и BatchSize нет. Нажав на иконку кости, мы возвращаем рандомный сид. То есть, всякий раз он будет случайный. Почему сид вынес мне мозг? Потому что, зная сид, вы можете сделать точную копию какого-то изображения, которое сгенерил другой человек на своем компьютере, не связанном с вашим компьютером. Давайте возьмем, например, вот такое. Для точной копии у вас должны совпадать все параметры, включая модель. Непосредственно здесь все необходимое копируется. Если нет такой информации, скачивайте изображение, закидывайте в промпт. Если метаданные не стерли, вся информация будет. И в точности восстанавливаем все, что было в этом изображении. Разрешение. Сид. Сэмплер. DPM 25. Скейл 7. И 50 шагов. Меняем модель. Про модель я расскажу в следующем уроке. Это стираем. И получаем фигню. Негатив я не стер. Там его не было вовсе. Но вроде не должно так влиять. Но ладно. Да что такое. А, блин, тайлинг. Он делает бесшовную текстуру. Да. Если хотите плитку Скарлетт Йоханссон, вот вам. Вот только Restore Faces. Не знаю, по-моему, не влияет. Или влияет. Ну, в общем, неизвестно. Либо не влияет, либо там тоже была галочка. В любом случае, один в один. Кстати, влияет ли негатив? Да, влияет. Ну, то есть точное соответствие должно быть во всем. Хотя стилистику он, мне кажется, сохранил. И мне это, Скарлетт, нравится даже больше. Итак, что такое сид? Вообще непонятно. Получается, что сид – основа генерации, заложена в Stable Diffusion при создании. Всех генераций, которые когда-либо будут существовать. Через триллион генераций на одном компьютере вы получите точно такое же изображение, как через триллион генераций на другом компьютере. На самом деле нет. Сид ограничен по длине. А вот сид за номером 1 существует. Вот что он выдает на модели 1.4 с промптом 1 и сидом 1. Это на стандартных настройках. Все, любите друг друга, теперь это просто жизненно необходимо. И помните, в конечном итоге все будет хорошо. Это говорю вам я, Вова Ломов и Теплица социальных технологий.